Тосаину, или японская бойцовая собака, старинная порода собак, предки которых жили в Японии многие сотни лет назад. Признанная в наши дня порода сформировалась в начале девятнадцатого века. Тосаину использовались для собачьих боев. После их запрещения собаки стали очень редки даже у себя на родине. Преданные хозяину и членам его семьи, эти собаки агрессивны к себе подобным, нуждаются в постоянном контроле. Основные моменты и интересные факты. Тоса был назначен в рабочую группу во классификации пород. Тоса часто изображался на церемониальных регалиях. Во время Второй мировой войны эта чрезвычайно редкая собака была на грани исчезновения. История породы. История японской бойцовой собаки начинается с периода эда, когда для поднятия боевого духа самураев в гняжестве Тоса стали проводить собачьи бои. На родине Тоса ину и ее прообразом считают некрупных лайкоидов коти ину, шпицеобразных собак весом до двадцати трех килограммов, имевших внешнее сходство с современными акита ину, которых специально выводили для таких поединков, а также для охоты на кабана. После того, как в Японии была отменена политика национальной самоизоляции, в страну устремился поток европейцев, а прибывшие с ними бойцовые собаки, вопреки правилам и традициям, стали безоговорочно побеждать в рингах местных чемпионов. В этой связи было решено создать новую породу, которая, с одной стороны, смогла бы отстоять честь японских собак, а с другой, соответствовать традициям церемоний и эстетики боя. Активная селекционная работа началась в 1860-е годы и подразумевала улучшение физических и боевых характеристик, а также снижение болевой чувствительности. За основу были взяты бультерьеры типа современного питбуля или Стаффордшира. В 1872 году к помеси метисов питбуля и акиты была прилета кровь бульдогов старого типа, однако размер и строение черепа получившихся экземпляров не устроил японских заводчиков и спустя два года они прибегли к скрещиванию с английским мастифом. Результатом стали хороший рост и внушительная голова собаки, сопровождавшиеся потерей подвижности и приобретением излишней злобы в отношении человека. Это могло привести к нападению собаки на судей в ринге во время боя, что недопустимо. В 1876 году поголовье было стабилизировано скрещиванием с немецким поинтером, а в 1924 году с целью увеличения подвижности и акцентирования атлетического облика добавлена кровь немецкого дога. Так как порода была еще достаточно далека от нужных кондиций, перед тем как приступить к разработке породного стандарта, в течение трех поколений проводилось инбридное разведение. Вторая мировая война не нанесла поголовью Тоса ину урона, сопоставимого с тем, что постиг крупные породы в Европе, хотя по некоторым данным содержание Тосы в то время каралось смертью. Некоторые заводчики прятали своих собак в глухих районах северных провинций, что позволило сохранить племенное ядро и продолжить разведение. Согласно другой версии, лучшие породные образцы были вывезены в Корею и на Тайвань. В 1964 году Тоса ину была признана Международной кинологической федерацией и отнесена к группе пинчеров и шнауцеров, молосов, горных и швейцарских скотогонных собак, секции молосов, подсекции мастифов. Продажи Тоса ину из Японии за границу крайне редки. Основная часть поголовья сосредоточена в том числе в Южной Корее, на Тайване и Гавайских островах. При этом, по мнению японских заводчиков, собаки вне страны восходящего солнца заметно уступают по качеству аборигенным. В Европе первый представитель породы был зарегистрирован ориентировочно в 1976 году, первые пометы получены в Швеции и ФРГ к 1982 году. Тогда же порода появилась в Соединенных Штатах Америки, где нашла спортивное применение в витпулинге. Максимальный вес, взятый тосой, составил 1585 килограммов. В Россию первые щенки попали в начале 1990-х годов из Кореи. Несколько собак имеется в Англии, хотя согласно закону 1991 года, Тоса ину, наравне с питбультерьером, бразильским филой и аргентинским догом, входит в число запрещенных пород. В 1998 году порода признана американским объединенным клубом собаководства. Внешний вид. Крупного размера собака с величественной внешностью и массивным сложением, висячими ушами, короткой шерстью, квадратной мордой и висячим, толстым у основания хвостом. Шерсть короткая, плотная и грубая. Окрас рыжий-палевый, абрикосовый-черный, тигровый. Допускаются небольшие белые отметины на груди и лапах. Высота в холке кобелей от 60 см, сук от 55 см, вес 40-90 кг. Отличительные черты характера. Спокойная, надежная, терпеливая, управляемая и внимательная собака с характерной для молосов ярко выраженной территориальностью, предельной самостоятельностью и целенаправленностью. Обладает исключительной силой и бесстрашием. Тоса очень придана хозяину, недоверчива к незнакомцам и агрессивна в отношении сородичей. Дрессировка этой серьезной бойцовой собаки требует от владельца твердости и настойчивости. Исторически в этой пароде не продвигали и не развивали ненависть и злость к человеку, на нейтральной территории она абсолютно к нему лояльна, если речь не идет о физической угрозе хозяину, его ребенку или собственным щенкам. В Тосе генетически заложено умение давать самостоятельную оценку ситуации, поэтому даже в случае, если хозяин не успевает дать соответствующую команду, собака будет действовать решительно. Даже без специальной тренировки Тоса является хорошим телохранителем. В семье же этот отважный пес ласков и нежен. А согласно данным американских исследователей, в Японии чистокровных Тоса ину использовали в качестве нянь. Японский клуб собаководства относит Тосу к собакам-компаньонам, подчеркивая при этом ее интеллигентность и высокую управляемость. Содержание и уход. Тоса будет хорошо себя чувствовать на качественном корме для собак. Любая диета должна соответствовать возрасту собаки. Некоторые собаки склонны к полноте, поэтому следите за потреблением калорий и уровнем веса вашей собаки. Лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках, но их слишком большое количество может вызвать ожирение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вас есть какие-либо опасения по поводу веса или здоровья вашей собаки. Чистая свежая вода должна всегда быть в миске. Тоса ину обладают хорошим здоровьем и выносливостью, а также врожденной способностью терпеть и переносить боль, из-за чего порой сложно понять, что собака болеет. Среди заболеваний, которыми представители этой породы страдают наиболее часто, дисплазия тазобедренного и локтевого сустава, нарушение сердечно-сосудистой системы и аллергические дерматиты. Средняя продолжительность жизни от 8 до 12 лет. Тоса ину не слишком подходят для содержания в городских условиях, чтобы обеспечить необходимый объем физических упражнений, в которых они нуждаются, лучше отдать предпочтение сельской местности. Приступать к дрессировке, равно как и социализации, нужно с самого раннего возраста, в первую очередь это касается кобелей. Чем раньше щенок тосы начнет общаться с людьми и животными, научиться понимать мимику и позы других собак, тем больше шансов воспитать из него достойного компаньона. Обучая тосу, нельзя ее оскорблять и применять физическое воздействие, она прекрасно понимает другие формы запретов и порицаний. Не следует заводить такую собаку, если в семье есть неуравновешенный или неуверенный в себе человек. Тоса относится к числу собак спортивного склада, поэтому для развития ее мускулатуры будет не лишней дополнительная нагрузка, для чего достигшую двухлетнего возраста собаку можно выгуливать в шлейке с грузами. Прогулки с играми на свежем воздухе по времени должны составлять не менее полутора часа. Важно подобрать для собаки правильный рацион. Для этого существуют разработанные для тосы корма с необходимым набором минералов и микроэлементов, а добавление желатина и других специальных добавок будет способствовать правильному формированию костяка у молодой собаки и поддержанию хорошей формы средневозрастной. Тоса очень чистоплотная собака, поэтому мыть ее нужно один раз в месяц. Зимой можно протирать шерсть чистым снегом, а летом свежей травой, что поможет очистить ее от загрязнения и удалить несвежий запах. Также следует регулярно вычесывать шерсть, чистить уши и подрезать когти. Цена и как правильно купить. Поскольку приобрести тоса ину в Японии все еще невероятно сложно, большинство людей продолжает покупать особей из американских и европейских. При этом важно понимать, что походить на японских соплеменников европейские и американские особи будут разве что в экстерьерном плане, чтобы получить выдержанный характер и боевую выучку, тоса должен родиться в стране восходящего солнца от азиатских производителей. Что касается стоимости, то стандартный ценник на щенков японского мастифа PET-класса в питомниках колеблется в пределах 50 тысяч 65 тысяч рублей, подающая надежды потомство от интерчемпионов, стоит уже порядка 75 тысяч рублей и выше. Итог. Тоса также называемая тоса ину, тоса кен или японский мастиф. Это порода собак японского происхождения, которая считается редкой. Первоначально она была выведена в тоса, сикоку, ныне коти, как боевая собака и является единственной породой, которая до сих пор используется законно в японских собачьих боях. В некоторых странах владение ограничено как опасная порода.